Приветствую зрителей 24-го канала. Меня зовут Владислав Новиков. На связи со мной Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Владислав, рад приветствовать. Приветствую всех зрителей вашего канала. Хотелось с вами поговорить про сегодняшние события, те, которые вот уже идут, а именно премьер Госсовета КНР Литян по прибытии в Москву заявил, что его визит направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Ну, я бы хотел немного на эту тему с вами поговорить, потому что, ну, не совсем понятно, что это за визит. Путин там сказал, что какие-то вот наработки, совместные проекты, экономические, гуманитарные, на много лет вперед, они уже случились. И как бы непонятно вообще, зачем эта встреча была. Он говорит, что господин Литян, передавайте привет Си Цзиньпиню и зовите его на встречу в Брикс. Ну, такое ощущение, что приехал передать привет. Но на самом деле, я думаю, все-таки вот эта политическая активизация, она все-таки случается на фоне того, что происходит в Курской области. Плюс мы видим, что в Украину, в Киев приедет господин Моди. Тоже это, скорее всего, будет обсуждаться. И хотелось бы вот по этому треку немножко пройтись, потому что о перемирии говорят все, и мы с вами в том числе уже встречаемся не единожды на эту тему. И я, в принципе, вашу позицию знаю. Но все-таки эти изменения идут, вот какие-то контакты идут. Хотелось бы понимать, о чем эти контакты могут быть. Вот эти две огромные страны, самые большие страны в мире. Индия, которая сейчас стала самой большой страной в мире по численности населения. Китая, которая по-прежнему остается гигантской страной. Они, конечно, занимают разные позиции. Эти обе страны являются экономическими партнерами России. Они прорывают вот этот кордон санкций. И на самом деле сегодня сотрудничество, экономическое сотрудничество с Россией является для путинского режима чрезвычайно важным. Но разница между этими двумя странами заключается в том, что Китай является союзником России. И Китай, безусловно, на стороне России в этой войне. Индия занимает другую позицию. Индия продолжает сотрудничать с Россией в экономической сфере, но не является политическим партнером России. Поэтому здесь, в общем, ситуация очень сильно разнится. И та, и другая страна участвуют в так называемом переговоре бесей. То есть они пытаются, так сказать, все-таки решить, склонить обе воюющие стороны к завершению войны. При этом абсолютно не учитывая диаметральную противоположность позиции этих стран. То есть абсолютная невозможность на сегодняшний момент переговоров, она игнорируется. Просто в данном случае не учитывается позиция Украины. Потому что воспринимается, ну и для Индии, и тем более для Китая, Украина это, в общем-то, чужая страна, которая там где-то что-то хочет, почему-то сопротивляется агрессии огромной ядерной империи. И, в общем-то, вот это полное непонимание того, что на самом деле эта проблема, проблема завершения войны не может быть сейчас решена путем сегодняшних переговоров, это все игнорируется. Поэтому я думаю, что, что касается, ну, прежде всего, визита представителя Китайской Народной Республики в Москву, то здесь речь пойдет, конечно, о дальнейших, прежде всего, экономических проблемах, укрепления сотрудничества Китая и России. Ну и, безусловно, речь пойдет в том числе и о военной поддержке. Прямой военной поддержке Китай не оказывает России. Но, тем не менее, здесь есть в том числе товары двойного назначения. И, безусловно, Китай является серьезным, в том числе, военно-политическим партнером России. Что же касается Индии, то здесь другая совершенно ситуация. И я очень надеюсь, что грядущий визит премьера Индии, господина Моди, в Киев позволит украинской дипломатии серьезно продвинуть индийское направление. Потому что, на самом деле, Украина после начала вот этой масштабной войны, она постепенно превращается в серьезного политического игрока глобального масштаба. То есть до этого Украина всегда была такой страной в себе. То есть не имела серьезной какой-то активной внешней политики. Была европейский вектор украинской политики, присутствовала очень активно. Ну, а что касается всех остальных стран, то здесь как-то Украина не была серьезным окраком. Война все изменила. Украина превратилась в глобального игрока. И вот на сегодняшний момент ей приходится заново выстраивать, то есть полностью, ну почти с нуля выстраивать, китайское направление, индийское направление, африканское, латиноамериканское направление своей политики. Что мы сейчас и наблюдаем. И вот визит премьер-министра крупнейшей по численности населения страны в Киев лишнее свидетельство того, что Украина становится глобальным игроком во внешней политике, мировой. То, что происходит в Курской области, как на это вот по-вашему смотрит Китай? Потому что абсолютно бесспорно то, что вы сказали, что Китай помогает России в этой войне. И мы, в принципе, это все видим, наблюдаем. Но вот то, что случалось в Курской области, это как раз-таки расходится с видением Китая. Вот если вспомнить даже этот мирный план Бразилия-Китай, они там требуют от всех сторон придерживаться трех принципов деэскалации, не расширять поле боя, не усиливать боевые действия, избегать провокаций. И понятно, что эти все планы, которые вокруг Украины мирные, они пока... Это какие-то хотелки, какое-то продавливание, где-то торги. Но все же это видение в том числе. И Китай вот это видение опубликовал, что он как бы не хочет видеть какое-то расширение. Но увидел. И вот хотелось бы тоже понять, а в этом отношении какой диалог с Путиным может быть? Потому что Путин-то обещал Киев за три дня, и что-то пока вообще не в ту сторону. Вы знаете, вот эта политика об Украине без Украины, она является абсурдной и многократно проваленной. То есть очень многие не понимают того, что вот эта попытка что-то решить, что-то декларировать, касающаяся Украины, без участия Украины, это все обречено на провал. Это иллюзия, которая на самом деле очень сильно разгоняется российской пропагандой. И несмотря на то, что Путин является заказчиком этой пропаганды, он сам является ее жертвой. Он на самом деле считает, что Украина не является субъектом политики, что Украина это некая марионетка в руках Запада. Не случайно он говорит, что мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. И вот эта мифологема, которая на самом деле существует и в российском телевизоре, и в голове Путина, она очень серьезно мешает вообще. Ну, как бы она даже самому Путина мешает, потому что он не понимает на самом деле, что происходит и что является причиной тех или иных действий военного политического руководства Украины. Украина ведет оборонительную войну против путинского агрессора, против фашистского агрессора, против России. Украина не может проиграть в этой войне, Украина нацелена победить в этой войне. И для этого существуют разные методы, в том числе и перенос войны на территорию России. Значит, Украина никого не будет спрашивать, как ей вести эту войну. И в данном случае Китай может сколько угодно, так сказать, говорить о том, что надо, значит, добиваться, строить какие-то принципы, там, деэскалации и так далее. Деэскалация, в общем, простая вещь. Путин может деэскалировать эту войну в одну секунду, дать приказ вывести войска с территории Украины. Все. На этом эскалация закончится и война закончится. И можно уже вести какие-то переговоры, там, репарации, нерепарации, наказание военных преступников. Это уже второе, третье и десятое дело. Но Путин это может сделать. Вся деэскалация, она зависит только от решения Путина. Все остальное это от лукавого. Поэтому сколько угодно может. И на самом деле, вы знаете, я не вижу сейчас в мире какого-то серьезного, там, осуждения Украины за то, что украинские войска находятся сейчас на территории России. И в целом это абсолютно нормальный ход. Украина обороняется. И перенос войны на территорию России – это закономерность, неизбежность и очень хороший сигнал. Ну, странно было бы, например, упрекать, значит, союзников или, там, Советский Союз за то, что они не ограничиваются, значит, освобождением своей территории, они начинают наступление на территорию Третьего Рейха. Там, например, в 44-м году. Странно было бы предъявлять претензии, значит, антигитлеровской коалиции за то, что она вступает на территорию Третьего Рейха. Это нормально. Есть агрессор, который начал эту войну, есть страны, которые, страна в данном случае, одна страна, которая обороняется. Поэтому, значит, вот какие-то здесь мнения Китая, здесь в данном случае никого не интересуют. Я думаю, что все-таки в конечном итоге мировое сообщество в целом, оно воспринимает ситуацию с Курской операцией в СУ вполне нормально. Кстати говоря, и российская, на сегодняшний момент российская пропаганда, и в том числе, так сказать, в исполнении Путина, она, в общем-то, придерживается политики нормализации. То есть, у меня как бы ничего страшного не происходит. Ну да, зашли вооруженные силы Украины в Курскую область. Ну что, бывает. С кем не бывает, что называется. То есть, какой-то, да, в каких-то Z-телеграм-каналах ультрапатриотических, там по этому поводу истерика. Но в российском телевизоре ничего страшного не происходит. И сами действия Путина, они показывают, что он пытается сделать вид, что все хорошо. Он едет, там, ночной визит в Азербайджан, к Алиеву, затем на Кавказ, яблоки потрогал, конфеты понюхал, жвачку обсудил, значит, там к Кадырову заехал, в Северную Осетию и так далее. То есть, на самом деле, он всячески показывает, что ничего страшного не происходит. Ну, это попытка, знаете, закрыть глаза и сделать вид, что все хорошо, в то время как у него уже значительная часть территории России находится под контролем вооруженных сил Украины. В конечном итоге это от бессилия. Путин пока ничего не может сделать, просто он пока не может принять решение. Снимать какое-то значительное количество войск с фронта для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение вооруженных сил Украины в Курской области, пока этого решения не принято. Ну, вот создает какие-то, вообще сам факт, вот создание фактически трех фронтов, Белгородского, Курского и Брянского, это удивительная же история, понимаете. Сначала Киев за три дня, а потом создаются на территории России еще три дополнительных фронта фактически. Это, в общем, показатель того, что происходит на сегодняшний момент в этой войне. Нас смотрит три тысячи человек, друзья. Если нравится линия диалога, пожалуйста, поставьте плюс. Если не нравится, соответственно, минус. Будем понимать, как корректировать. Я бы хотел также еще раз углубиться в украино-индийские отношения и вернуться к визиту МОДИ, потому что вот мне это напомнило визит Орбана, возможно, где-то по своей сути. Конечно же, сравнивать это все нельзя. Две разные абсолютно страны. Но я к чему веду? К тому, что мы тогда не ожидали, что вот конечная точка у Орбана будет Китай. И сейчас не ожидаем, что конечная точка у МОДИ может быть Россия. Потому что как бы весь визит этот идет в контексте в любом случае каких-то переговоров, мирного соглашения и так далее и тому подобное. Причем Индия, как пишут многие аналитики, она не хочет быть вот именно инициатором. Но вот как голубь мира, такой вариант Индию вполне устраивают. И вот в этом режиме они могут приехать к нам, потом как декларируются в Польшу и потом вот заехать в Россию еще раз как бы согласовать все точки над И и что с этим делать. Потому что у нас-то какая позиция? Что мы, да, находимся сейчас на территории России, но мы не собираемся ее себе забирать. То есть мы как бы готовы менять эту территорию. Предложите нам адекватное встречное предложение. Мы готовы завершить эту войну на адекватных условиях для Украины. И я вот подумал, что в Индии доминирующая религия это же является индуизм. И основная проблема, если вот, например, с религиозной точки зрения посмотреть на эту коммуникацию, основная проблема индуизма — это страдания, а решение освобождения от страданий. Так вот мы, Муди, конкретно предлагаем решение освобождения от страданий. Мы говорим, передайте, пожалуйста, Путину, что мы готовы уйти с его территории и чтобы он ушел с нашей территории. И с этой мыслью Муди, мне кажется, идет и думает, что молодцы же, они предлагают конкретное решение уйти от страданий, что очень пересекается с его, я так подозреваю, взглядами на жизнь, приходят к Путину, а Путин говорит «нет, мы так не играем, мы так не хотим». И в этой связи вот все эти «нет» Путина, они как бы провоцируют, в том числе и его товарищей и друзей нагнетать обстановку и давить на него еще больше. – Я не думаю, что… Ну, во-первых, конечно, параллель Муди-Орбан, она… Ну, вы сами, собственно говоря, с некоторой иронией к ней отнеслись. Я думаю, что масштаб и стран, масштаб и личность этих двух политиков настолько различны, что их сравнивать сложно. Еще раз подчеркиваю, Муди, там по-разному можно относиться к его политической биографии, к его политическим взглядам, но это лидер крупнейшей мировой державы. Значит, что касается Орбана, ну, там, худого слова про Венгрию не хочется говорить, но, тем не менее, на сегодняшний момент это объективно троянский конь в Евросоюзе, и это, в общем-то, он ведет себя как шестерка Путина. Вот, поэтому здесь разница огромная. Но, значит, что касается попыток обменять территорию еще что-то, я думаю, что это абсолютно безнадежная затея, поскольку для Путина он уже продемонстрировал, что ему абсолютно наплевать на то, что происходит в Курской области. То есть, да, безусловно, рано или поздно будут предприняты какие-то меры для того, чтобы вытеснить или предотвратить дальнейшее продвижение или вытеснить украинские войска с территории Курской области. Это неизбежно. Тут сомнений нет никаких. Но пока Путин демонстрирует действительно свое реальное отношение. Ему наплевать на то, что происходит с жителями Курской области. Ему наплевать на эту временную потерю территории. Для него сейчас важно продолжать это наступление в Донецкой области, на Покровском направлении, важно добиться каких-то результатов. Значит, то, что там разговоры об обмене территории, ну, опять, это же все, мы же понимаем прекрасно, что это тупиковая ветвь вот этого попытки инициировать переговорный процесс. Какие-то переговоры все время ведутся, и там все разговоры о том, что при последничестве Катара, там, может быть, шли какие-то подготовительные переговоры. Переговоры всегда во время войны воюющие страны ведут переговоры. Это переговоры об обмене пленными. Это переговоры, может быть, о том, чтобы, так сказать, ограничить обстрелы энергетических структур и так далее. То есть какие-то переговоры идут. Но это не переговоры о мире, это не главные переговоры. Вот этих главных переговоров, для них, для главных переговоров, переговоров о прекращении войны, нет никаких предпосылок. Потому что позиция Путина, она остается одна. Путин исходит из того, что украинского государства не должно быть вообще. То есть, по сути дела, к этому сводится вся его конструкция, вся его концепция. Не должно быть никакой Украины. Ну, то есть, может быть, какая-то территория, которая называется Украина, но она должна быть, так сказать, полностью зависима от России. Она должна полностью либо входить в состав России, либо являться вассалом, ну, как Беларусь сегодняшняя. И в конечном итоге, может быть, тоже войти в состав некого объединенного союзного государства Россия, Беларусь, Украина. Значит, для этого нужно уничтожить всех людей, которые считают себя украинцами. Оставить только тех, кто считает себя либо русскими, либо малоросами. Вот эта цель, она объявлена. Фактически, она закамуфлируема вот этими словами демилитаризация, деноцификация. А на самом деле речь идет о уничтожении Украины. Ну, и где здесь точка компромисса? Ну, попробуем ее вместе поискать. Нет этой точки. Поэтому никакие переговоры невозможны. Поэтому все это посредничество, это, в общем-то, попытка, так сказать, сделать себе пиар на одном из самых важных событий в сегодняшнем отрезке истории. Вот, поэтому я думаю, что никаких шансов на то, что все эти миротворческие акции увеличаются успехом, не существует. Посмотрим. На самом деле многое будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Многое будет решаться на выборах в Соединенных Штатах Америки. От этого зависит помощь Украине от самого главного союзника, от США. Многое будет зависеть от ситуации на поле боя. Насколько удастся, например, сейчас украинским войскам на территории Курской области осуществить вот это вот окружение, вот этот котел, в котором могут находиться, ну или который уже фактически находится порядка трех тысяч российских военнослужащих. Поэтому тут, что называется, очень много обстоятельств. И мы действительно живем в вероятностном мире. И какой именно сценарий будет реализован, зависит от усилий самых разных людей. Но вот эта линия переговора, это переговоры Бесси, это абсолютно тупиковое направление в политике. Не будет никаких переговоров. Мне представляется, что понимание этого, оно постепенно приходит в том числе и в головы наших западных союзников Украины и в головы, так сказать, в том числе и сторонников России. Вот вы интересно закончили мысль, что от того, где мы будем жить, зависит усилие самых разных людей. Вот про некоторые усилия хотел бы с вами тоже поговорить. господин Гарри Кимович Каспаров выкупил в немецкой газете Билд страницу рекламы, разместив на ней фотографию кладбища с украинскими военными и призыву конкретно к Шольцу предоставить Украине необходимую военную помощь, в том числе и ракеты Таурус. У меня сегодня была хорошая, чудесная возможность пообщаться с Гарри Кимовичем в эфире и спросить его мнение вообще о перспективах, о том, почему так. Потому что, я откровенно сказал, что мне кажется, просить нужно не у Шольца и даже требовать не у Шольца, а у американцев. Потому что всякая, условно говоря, запрещенка передавалась только после их какого-то одобрения. Гарри Кимович согласился, но сказал, что в любом случае нужно делать все, что можно, и в том числе и такое политическое давление, которое тоже заставляет шевелиться некоторых чиновников в Германии в своих кабинетах. Вот, на ваш взгляд, такая инициатива может действительно привести к чему-то, если резонанс будет достаточно серьезным? Я очень приветствую инициативу Каспарова, потому что на самом деле Бильд — это самая читаемая газета ФРГ. Если брать электронную версию, то это свыше 20 миллионов аудитория, но это хороший, мощный телеканал. Поэтому эта инициатива очень сильная. Что касается того выбора, давить на Соединенные Штаты или на Германию, это, как мне кажется, ложная альтернатива. Давить надо во все стороны. И тот же самый Каспаров, поскольку человек, с которым я нахожусь в товарищеских отношениях, я хорошо знаю, что он делает. Он регулярно печатается в целом ряде американских СМИ, в том числе в таком издании, как Wall Street Journal, и как раз проводит именно ту же самую линию. Что касается вот этой инициативы по поводу давления на Шольца, то я думаю, что она связана прежде всего с тем, что с теми, так сказать, с той информацией, что ФРГ собирается вдвое снизить финансовую поддержку Украины. И реакция на это, в общем, она очень острая, в том числе внутри немецкой, внутри германской политики. И вот эта вот публикация в Бильде, она направлена как раз прежде всего на то, чтобы предотвратить это снижение немецкой помощи. Поэтому здесь как раз нужно давить на Шольца. От Шольца многое зависит. Здесь размер финансовой помощи, которую оказывает ФРГ, не зависит от позиции американцев, зависит исключительно от позиции немцев. Поэтому я думаю, что это вполне оправданно. Ну а что касается, так сказать, да, действительно, что касается длиннобойных ракет, то здесь, да, здесь ФРГ по-прежнему оглядывается на Соединенные Штаты Америки. Это правда. Но в конечном итоге мы видим сейчас, что то, что Украина перехватывает или пытается, по крайней мере, перехватить инициативу, это очень одобрительно воспринято в западном сообществе. Подавляющее большинство западных политиков поддержало это. И фактически, как мне кажется, это во многом может сдвинуть вот эту позицию западного политического сообщества в сторону отмены запрета на удары по глубину российской территории. Мне кажется, это одно из самых важных решений, которое мы ждем и которое неизбежно наступит весь вопрос, когда и сколько крови украинских военнослужащих будет заплачено за вот это промедление. Да, Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии США. Вот хотелось бы тоже на эту тему подискутировать. Что там происходит? Вот что вы видите в этой предвыборной гонке? Как она развивается? Потому что по ощущениям, допустим, моим, Трамп достаточно вот, как у нас в Украине говорят, пассе задних. То есть он где-то вот позади. Камала, по ощущениям, вырывается вперед, достаточно активно ведет кампанию. И все-таки, если мы рассматриваем ее как основного кандидата, ну, понятное дело, еще выборы предстоят, еще многое может поменяться. Но если все-таки она приходит, то что Украине вот ждать в ближайшее время? Разрешение на то, чтобы бить по российской территории ракетами Атакамс, разрешение на ракеты Таурус, это все мы уже, вероятно, можем получить после того, как она придет, или все-таки до? Во-первых, американские выборы отличаются тем, что вот все прогнозы в отношении их результатов могут оказаться ошибочными. Потому что, во-первых, специфика и особенность самой конструкции выборов заключается в том, что опросы общественного мнения могут дать один результат, а результаты в результате и они могут соответствовать действительности, они могут быть безошибочными. Значительное большинство американцев может поддерживать одного кандидата, а победить может другой. И это было. Ведь Хиллари Клинтон, например, в 2016 году она в значительной степени опережала Трампа по количеству набранных голосов. Но, значит, победил, то есть просто сама конструкция выборов в Соединенных Штатах Америки, она приводит к тому, что в данном случае важно не количество голосов поданного, поданное общее за того или иного кандидата, а количество выборщиков, которые голосуют и решают все вот эти вот неопределившиеся штаты. Поэтому и в этот раз в вопросах общественного мнения может побеждать один кандидат, а в результате президентом стать другой. Так неоднократно бывало на выборах. Поэтому я бы не стал сейчас предрешать итоги этих выборов. Понятно, что появление Трампа в Белом доме, возврат Трампа в Белый дом означает очень большую проблему для Украины. В силу того, что он неоднократно уже высказывал, что не надо помогать Украине, в частности, его вице-президент Венс занимает здесь радикальную позицию, требуя вообще прекратить поддержку Украины. Но Трамп – это существо непредсказуемое, и его сторонники как раз аргументируют, что Трамп говорит одно, а придя к власти, может делать прямо противоположное. Но, согласитесь, это, в общем-то, не лучший вариант, и в том числе для Украины, конечно, предпочтительней Камала Харрис. Значит, насколько все-таки Камала Харрис сможет выйти из тени, став уже, если и когда она станет президентом, насколько она сможет выйти из тени Байдена и проводить другую политику, а не продолжать вот эту политику сверхосторожности, которую демонстрировал Байден, это вопрос открытый, поскольку, так сказать, все-таки Камала Харрис никогда не была вот таким вот политиком, который самостоятельно формирует свою внутреннюю внешнюю политику. Это все еще предстоит. Но в любом случае победа Камала Харрис, безусловно, это очень хороший исход для Украины, и здесь можно рассчитывать на то, что ее политика будет более решительной поддержкой Украины, чем это было при Байдене. Во многом это зависит в том числе и от самой Украины, понимаете, потому что поддерживают тех, кто побеждает. То есть мы помним, как менялась позиция Запада с самого начала войны. Сначала только медицинская помощь, сначала только каски, бронежилеты. Когда считалось, что Украина проиграет, Украина будет заниматься только партизанской войной. Потом, когда Украина без всякой помощи, подчеркиваю, практически, без всякой помощи, только Байрактары были, смогла вытеснить российских оккупантов из-под Киева и начала одерживать первые победы, стало понятно, да, помогать можно. В том числе потому, что сначала западная помощь была ограничена тем, что были уверены, что Украина все равно проиграет, и вся эта техника окажется в руках российских оккупантов. Поэтому аргументировали это тем, что нет смысла помогать. Когда стало понятно, что Украина в состоянии одерживать победы, стали помогать. И чем больше Украина демонстрирует возможность побеждать, тем больше помощи. Здесь влияние на политику Запада, в том числе со стороны вооруженных сил Украины. Вот эта логика, она явно на протяжении двух с половиной лет войны, она явно прослеживается. Поэтому чем больше успехов украинской армии, тем больше будет помощь со стороны Запада, со стороны США, ВРГ, Великобритании и других стран. Игорь Александрович, спасибо, что отвечали на мои вопросы. Я надеюсь, интерес наших зрителей был удовлетворен нашей беседой, вашими ответами. Конечно же, поэтому спасибо вам большое и хорошего вечера. Берегите себя, Владислав. Спасибо. Взаимно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok